Почему не цветет антуриум в домашних условиях и что делать? Экзотический цветок антуриум антириум имеет высокую декоративность, отчего является очень востребованным в комнатном цветоводстве. В народе его прозвали мужским счастьем. В естественных условиях цветок произрастает во влажных тропических лесах, поэтому для выращивания его необходима высокая влажность. Однако нередко от нее же антуриум может пострадать, из-за чего цветение не будет наступать длительное время. Другие причины, почему антуриум плохо растет и не цветет, описано ниже. Время и продолжительность цветения антуриума в домашних условиях. Первый раз после посадки в горшок экзотическое растение зацветает на второй или третий год жизни. Обычно ежегодно в комнатных условиях антуриум начинает выпускать свои соцветия во второй половине февраля. Последний бутон отцветает в начале апреля. В среднем растение должно цвести от полутора до двух месяцев. Однако в некоторых случаях этот период может меняться из-за сортовых особенностей и условий содержания. Из-за перепадов температур цветок тоже не цветет, антуриум не цветет, а выпускает только листья. Причины, причин, почему не цветет антуриум дома, может быть очень много. Поэтому перед тем, как предпринять лечение куста и заставить его снова зацвести, следует найти истинную проблему, из-за которой куст не может выпускать бутоны. Слишком большой горшок, так как антуриум имеет слабую корневую систему, то и сложно получать питательные вещества из грунта. Поэтому большая емкость, в которой выращивается куст, еще сильнее усложняет этот процесс. В таком случае, пока корни цветка не вырастут и не заполнят все пространство емкости, он не зацветет. Ошибки в режиме полива Одной из главных причин, почему антуриум не цветет в домашних условиях, является неправильный полив. Сюда относят нерегулярность процедуры, а также использование некачественной поливочной воды. Обратите внимание, холодная и хлорированная вода из-под крана нередко провоцирует загнивание корней, отчего куст перестает цвести, а листва засыхать. Неподходящая температура Следующей причиной, почему антуриум долго не зацветает, является неподходящая температура в умещении. В период вегетации температурный режим должен составлять вределах от 19 градусов до 23 градусов. Очень важно не допускать резких скачков этих показателей и не понижать ниже 15 градусов, иначе растение уйдет в спячку. Обратите внимание, куст намеренно вводят в спячку после отцветания, чтобы он смог набраться сил. В иных случаях в умещении поддерживают необходимую температуру. Недостаточная влажность для тропических растений, таких как антуриум, очень важны показатели влажности. Если они понижаются ниже 60%, то растение затормаживает свои жизненные процессы. Дефицит или избыток необходимых микроэлементов в грунте в отдельные периоды развития антуриума содержания и дозировка микроэлементов. В удобрении должны меняться. В оперативном случае возникают проблемы. Переизбыток питательных веществ тоже может повлиять на отсутствие цветения, так как растение вместо этого может начать наращивать только лиственную массу. Сквозняки из-за повышенной влажности и высокой температуры может наступить духота в умещении, поэтому потребуется проветривание. Однако их частота, особенно в рохладные периоды, сможет навредить растению. Также стоит не допускать сильных сквозняков, которые сорвутся цвети и листы с куста. Ошибки, совершенные при пересадке антуриума, цветет и не растет также из-за неправильной пересадки. Эта процедура считается сложной и требует опыта. Нередко корневой системе и побегом наносятся механические повреждения, через которые впоследствии проникают инфекции. Важно! При проведении пересадки нельзя пользоваться зараженными садовыми инструментами. Болезни и паразиты из-за неправильного ухода нередко на кусте появляются вредители и болезни. Визуально такое растение начинает менять цвет и увядать. Соцветия не формируются, а листья скручиваются и опадают. К наиболее частым заболеваниям, поражающим антуриум, относятся ржавчина листьев, корневая гниль, мучнистая роса, септериоз. Из вредителей на цветение влияют мучнистый червец, паутинный клещ, тля, щитовка. Неправильный уход может помешать распусканию бутонов и засыханию листв и другие возможные проблемы в цветении антуриума. Цветок может не цвести и по другим причинам. В таких случаях первое, что нужно сделать, это пересмотреть правильность проведения мероприятий по уходу. Засыхают и опадают цветки в этом случае причиной могут послужить сухой воздух, недостаток поливов и сильные сквозняки. Появление паутинного клеща или тли тоже имеет такие признаки. Позеленение цветков или пестика, изменение цвета пестика на зеленоватые оттенки может произойти из-за неправильного состава и дозировки удобрений. Не стоит самостоятельно подбирать препараты для подкормок, а приобретать готовые минеральные удобрения специально для антуриума. Обратите внимание, еще одной причиной такого поведения является недостаток естественного освещения. Не цветет и не растет фактически все вышеперечисленные пункты являются причинами отсутствия роста и цветения антуриума. Неправильный Полив некачественной водой, слабое освещение, скачки температуры, сухой воздух, появление вредителей, поражение болезнями, недостаток или переизбыток подкормок. Чтобы антуриум вновь зацвел, нужно регулярно его подкармливать, как заставить цвести антуриум к хитрости. У цветоводов есть несколько эффективных хитростей, чтобы поддержать формирование бутонов после того, как зацветет антуриум. Готовые удобрения для регулярных подкормок подойдут следующие препараты. Унифлорбутон, богатый фосфором и калием, помогает продлить. Цветение азалия содержит высокий уровень азота, необходим на первой стадии роста растения, кемиролюкс подходит для круглогодичного применения. Народное средство Если перестал цвести антуриум, что делать и можно ли обойтись народными методами? В домашних условиях полезно удобрять антуриум органикой. Для этого можно использовать коровяк. Им удобряют в любое время года, растворив один стакан. Ложку удобрения в один литр воды птичий помет. Обладает большой эффективностью 1 час. Ложку растворяют в 1 литр воды. Помимо органики, можно приготовить подкормки по народным рецептам. Смешать 5 литров теплой воды пол чайной ложки сухих дрожжей и 2 ст. Ложки сахара, затем настоять сутки и поливать грунт в горшке. Сделать настойку из 2 стаканов. Ложек заварки в 1 литр воды поливать ею у корня куста 1 стакан. Ложку древесной золы растворить в 1 литр воды провести полив. Сделать отвар из 50 г луковой шелухи и 1 стакана кипяченой воды. Обратите внимание, при необходимости можно снизить концентрацию препаратов, добавив обычную воду. Особенного ухода требует к себе антуриум, цветение которого не всегда проходит гладко. Распускать бутоны растения должно в феврале, если этого не происходит, значит были допущены ошибки в уходе. Стоит заранее ознакомиться с правилами содержания куста дома, чтобы в дальнейшем не столкнуться с проблемами.